Друзья, привет! Меня зовут Александр, это очередной Screencasted UwebDesign, на этот раз про Компас. В своих предыдущих видео про SAS я говорил о том, что более подробно остановлюсь на этом метафреймворке. Если вы еще не знакомы с таким препроцессором, как SAS, то вы или долгое время жили под камнем, или пользуетесь другими, например, лес или стилус. Как бы то ни было, обязательно посмотрите предыдущие видео, ссылки вы сейчас можете видеть в левом углу, про SAS и милости просим в видео про Компас. Это такой большой, как я уже сказал, метафреймворк, такая библиотека миксинов и best practices для фронтендщиков. И его главное отличие от, скажем, foundation или bootstrap в том, что в нем нет никаких презентационных классов, то есть абсолютно все поведение мы проектируем сами, потому что вывода у Компаса нет. Если мы его даже весь подключим, то в скомпилированном файле не будет ни одной строчки, то есть все, что в нем есть, нам нужно подключать самим. Компас был создан практически через пару лет после SAS в 2008 году как гем для Ruby. То есть он, естественно, очень плотно подвязан на Ruby. И по сей день, когда версия 1.0 находится в альфа разработке, нам приходится использовать конфигурационный файл config.rb. И он написан на Ruby. Это одно из главных, наверное, один из главных стопов для большинства людей, которые хотят воспользоваться Компасом и по каким-то причинам забрасывают это дело, потому что они не знают Ruby, не знают, как написать этот конфиг, как вообще заставить это все работать. Именно поэтому я записал это первое видео из цикла по конфигурации Компаса, по тому, как располагать директории, как это все устанавливать, пользоваться командной строкой. В общем, погнали. Можно сейчас прям даже зайти на сайт. И в графе install мы увидим, что нас с помощью командной строки подвигают поставить гемкомпас и с его помощью уже создавать какие-то проекты. Ну, мы так и поступим. Открываем командную строку. Вам нужно установить гемкомпас. Для этого сначала нужно проверить, установлен ли сас. У меня в данный момент установлен релиз версии 3.3.4. Компас устанавливается вот такой командой. Но с учетом того, что сейчас активно разрабатывается версия 1.0, если я посмотрю сейчас свою, то у меня как раз 1.0.19 альфа. Чтобы ее установить, нужно добавить ключ гемкомпас пререлизная версия. На самом деле, все, что я в нынешнем видео буду охватывать справедливо и для предыдущей версии, насколько я помню, 0.13 сейчас стабильный релиз. Но, тем не менее, я бы вам посоветовал пользоваться новым компасом. Тем более, что старый компас немного конфликтует с сасом 3.3.4 из-за скоупинга переменных. Поэтому, наверное, логичнее было бы использовать альфа-релиз первой версии. Как бы то ни было, у меня он уже установлен, поэтому будем работать уже с этой версией. Так, насколько я помню, у меня здесь еще ничего нет. Компас, create, название директории, которую мы хотим создать при этом. Жмем, погнали. Сейчас мы можем перейти в эту директорию и посмотреть, что же нам компас такого нас создавал. Создал configure.b, о котором я уже говорил, директорию сас, директорию style sheets. Если мы сейчас буквально посмотрим, что внутри саса находится, там e-scss, print-scss, screen-scss. Это предустановленные файлы, которые компас за нас определил. То есть, несколько таблиц стилей, одна для e, потому что в компасе очень неплохо реализована поддержка предыдущих браузеров. И вывод можно настроить в зависимости от того, каким браузером мы пользуемся, столько мы css лишнего вывод и выводим. Print — это таблица стилей для печати и screen для всех остальных. Но в данном ключе, конечно, нам проще рассматривать голый проект, поэтому я удалю то, что сейчас создал. И сделаю новый проект с ключом B. B — голый, чистый, пустой. И, соответственно, можно... Компас не будет создавать вот эти три файла, которые он считает дефолтными. Можно точно так же с помощью ключей sasdir изменить папку, в которую будут падать, из которой будут смотреться наши sas файлы, например, scss. Также css directory вместо style sheets, наверное, css нам всем удобнее. Поэтому выполняем такую команду. Здесь нам говорят спасибо, создают две директории и config.rb. Переключаемся в нее, открываем в редакторе кода. И, как мы видим, config.rb и пустая директория scss. В этом config.rb уже очень много строк закомментировано для того, чтобы нам было проще ориентироваться. Сейчас очень подробно на каждое остановлюсь. Require compass import once activate. Можно после этого стереть. Она была справедлива только после того, как мы первый раз это все создали. Он сделал папки sss в зависимости от тех параметров, которые мы передали. И сейчас, после этого, здесь можно подключать компас-плагин. Это тема, наверное, для отдельного видео. Несмотря на то, что огромное количество плагинов, которые поддерживали версию компаса 0.13, отказались от компаса в последующих версиях, есть все еще большое количество библиотек, которые опираются на компас, и их можно здесь объявлять с помощью require и просто названия плагина. Например, довольно-таки популярный в SAS Community Grid Framework Susie в первой версии требовал компас. Сейчас во второй версии он компас не требует. Но если компас установлен, то он использует большое количество миксинов оттуда. Это достаточно удобно, но снимает какие-то ограничения для тех, кто компасом пользуется. По какой-то причине не хочет. Значит, здесь мы видим директории. Их можно переопределить после создания проекта. Если мне нравятся images, можно сделать img, или, как мы привыкли, assets. JavaScript, dir, то же самое. Можно это вообще убрать. Для нашей демонстрации мы не будем использовать никакой JavaScript. То есть здесь все предельно понятно. Output style – это настройка, которая на самом деле передается SAS компилятору. Я уже останавливался на этом. У нас есть четыре типа вывода. Expanded, nested, compact и compressed. Compressed полностью стирает все комментарии и все в одну строчку компилирует. Compact делает то же самое, но каждый селектор оставляет на отдельном строке. Nested делает привычный нам вывод, но кудрявые скобки не переносят на следующую строку. И expanded – самый стандартный, который я и оставлю здесь сейчас. Он, кстати, не является дефолтным. Дефолтным является nested. Relative assets – это параметр для управления картинками, изображениями. Можно сделать true. В этой демонстрации я даже особо его не буду использовать. Поэтому пока не обращайте внимания. Следующих видео, в которых я буду рассказывать о том, как управлять спрайтами в компасе и, в принципе, использовать изображение, наверное, будет полезно остановиться на этом параметре. В чем его различие между true и false. Line comments. Пока оставим true. Потом я покажу, что это и как это убирать. Здесь можно менять предпочитаемый синтаксис на sas. Это изначальный синтаксис sas, который похож на Ruby и на Python немного. Его сейчас все меньше и меньше людей используют. Используют из-за того, что у него нет обратной совместимости с CSS. Поэтому я это все сотру. Нам это не понадобится. Теперь, если вы хотите больше информации, я оставлю ссылку в описании. Можно зайти по вот этому адресу. Я здесь скопирую. Описание к видео тоже оставлю. Попробуем создать какие-нибудь файлы и посмотреть, как компас за ними следит. Style.scss Какой-нибудь тестовый импортируемый файл. Так, здесь Напишем какой-нибудь миксинг просто для того, чтобы проверять, что этот файл подключается. BoxSizing Box Переменная Box Здесь везде раскопируем. На самом деле, вот этот миксинг, который я сейчас пишу, он уже присутствует в компасе. Но для демонстрации того, как работает компас-вотчер, будет очень даже резонно его как-то использовать. Теперь нам нужно запустить в отчера. Компас-вотч и точечка обозначает нынешнюю директорию. Все, компас ожидает изменений и можем с чистой совести писать module, include box-sizing, border-box, компиляция выполнена, undefined-mixing. Как вы видите, нам не нужно использовать SAS-компиляторы. Компас уже переводит все команды именно SAS-вотчеру, поэтому два вотчера запускать не надо. Если наш проект уже использует компас, то SAS-вотч писать не стоит. Можно писать компас-вотч, и он будет также обрабатывать все те миксины, которые уже в компасе работают. Я здесь забыл импортировать наш тест. Все, сейчас ошибки никакой нет. Ставил CSS, уже нам вывел то, что мы и хотели. Вот, line comments, то, о чем я говорил, вот эти комментарии, они помогают для дебага, наверное. Я их очень редко использую, просто потому, что если по методологиям все фронт-энд файлы располагать, то, в принципе, и так будет понятно, где что находится. Но если вам они необходимы, то, наверное, можно оставить. Я сейчас их отключу. Здесь же остановлюсь на том, что после того, как я модифицировал RB-файл, необходимо перезапустить вотчера, потому что иначе он не будет принимать эти изменения, и можно будет очень долго думать, по какому поводу не применены новые свойства. Вот, в общем, это из-за того, что вотчера нужно перезапустить. Смотрите, я сейчас это перекомпилирую. Напишем здесь еще что-нибудь типа background orange, чтобы понять, что новый файл уже все здесь есть. Как видите, комментариев никаких не указано. Еще в конфигураторе хотелось бы остановиться на том, что компас очень легко позволяет нам включать уже другие наши существующие фреймворки. Будь то или foundation, или, например, какой-то наш командный фреймворк, который нам нужно использовать в пределах одного проекта, и он в каком-нибудь облаке у нас лежит, изменяется. Для того, чтобы мы были уверены, что мы всегда используем последнюю версию, есть команда add import path, и здесь мы пишем тот путь, который хотим импортировать, тоже использовать в нашем компас-проекте. Для того, чтобы наглядно это продемонстрировать, я сейчас подставлю очень быстро foundation к нам в проект с помощью бауэр. Если считаете, что следует сделать обзор на этот package manager, то напишите об этом в комментариях, я обязательно сделаю. Может быть, вы уже видели обзор от Zorox. Мой, наверное, не будет сильно от этого отличаться, но я разве что скажу, какие есть программы для графического интерфейса для доступа к бауэру, ну и какие-нибудь подводные камни. В общем, да. Мы уже видим, что появится директория bower-components, там foundation, все dependencies, все зависимости для него и scss. Поэтому мы можем писать bower-components, component.sf, foundation.scss, foundation.scss. Все. Запускаем вотчера. Теперь здесь мы можем импорт и писать все импорты в зависимости от той директории, которую мы импортировали в config.rb. То есть, если scss, мы можем напрямую написать сейчас import-normalize, да, и он скомпилируется нам в css-файл. То есть, вы видите, здесь normalize нам прилетел. Очень удобно. Если вот здесь у нас была бы директория не bower-components, а директория вообще вне этого проекта, где-нибудь в Dropbox или в гите, кто-то коммитнул изменения, мы их пульнули оттуда и уже будем работать непосредственно с модифицированным проектом. Это гико удобно и компас позволяет нам именно так и поступать. Ну, на самом деле, кто пользуется компасом, наверное, будет использовать в основном не normalize, а компас-ресет, который... В нем взят за основу ресет Эрика Мейера, который занимает намного меньше места и нужен, наверное, для полного обнуления стиля. Вы видите, он здесь намного меньше занимает, но он абсолютно... Он даже у списков убирает лист стайл, все пейдинги, марганы. В общем, это такое супер стартовое решение для тех, кто пишет все свое абсолютно с нуля. Как я уже сказал, за большей документацией можно пройти по вот этой ссылке. Если вы используете не компас 1.0, а 0.13, хотя я настоятельно вам, еще раз говорю, советую использовать 1.0, потому что он не конфликтует с новой версией SAS 3.3.4. На самом деле просто с 3.3.4. Это там ход-фиксы всякие для ошибок. В общем, посмотрите сами документацию, хотя на самом деле я абсолютно на всем, наверное, важном остановился. Теперь у нас есть компас-среда для разработки наших фронт-энд-проектов, и в следующих видео я подробнее остановлюсь на вертикальном ритме, на работе со спрайтами. Расскажу о том, как компас подставляет префиксы для наших CSS. Несмотря на то, что очень многие люди сейчас используют библиотеки типа Auto Prefixer или Prefix Free, они выполняют пост-обработку CSS-файлов, и если вы действуете по методологиям, то, наверное, куда правильнее будет использовать что-то типа компаса или каких-то собственных фреймворков, и все префиксы расставлять еще до компиляции. Ну, как бы то ни было, это все детали. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, делитесь этим видео в соцсетях, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Twitter, на группу ВКонтакте. Пока-пока и удачного всем кодинга.